Сохранение памятника в истории в регионе – одна из важных задач, от которой зависит не только подтверждение признания заслуг наших предков, но и современный облик Среднего Урала. Однако не всегда ситуация складывается должным образом. Знакомая многим краснознаменная группа, которая находилась в центре столицы региона, три года назад была снесена по решению екатеринбургских чиновников. Сейчас представители общественных организаций требуют вернуть памятник на привычное место. Мы добиваемся восстановления памятника шпиля краснознаменной группы с орденом Ленина, заслуженной награды свердловчан за вклад в победу, за научные трудовые заслуги, который находился на плотинке городского пруда и был снесен в ночь с 25 на 26 января 2013 года. Борьба за возвращение памятника продолжается уже три года и в частности за восстановление памятника выступили более сотни известных горожан. Это и архитекторы, и историки, и почетные граждане Екатеринбурга Свердловской области. Сторонники возвращения памятника подчеркивают, что это награда дедов, прадедов за тяжелый труд, за ратный подвиг, который был в Великую Отечественную войну. Общественники движения «Суть времени» написали письмо в адрес губернатора Евгения Куйвышева с просьбой восстановить краснознаменную группу уже в феврале этого года. До этого в городской администрации заявляли, что в связи с реконструкцией городской плотины вернуть памятник на место, которое он по праву занимал, пока невозможно. Губернатор Евгений Куйвышев, поддерживая требования общественников, он выступил за восстановление исторического памятника, который для многих свердловчан имеет особое значение. Позицию главы региона озвучил Вадим Дубичев I, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области. Городская общественность сейчас выступает за то, чтобы восстановить этот памятник советской эпохи, справедливо считая, что демонтаж подобного рода исторических артефактов – это, хоть и скрытый, но элемент декоммунизации страны, что, в общем-то, всеми нами признается как, на самом деле, негативная практика. Мы должны бережно сохранять всю свою историю в комплексе и царской России, и Советского Союза, и современной демократической России, что в совокупности и формирует нашу уникальную российскую историю. Губернатор четко и жестко тогда, когда было принято решение демонтажа, свою позицию высказал. Он сказал, что, безусловно, нужно привести в памятник порядок и восстановить его. Напомним, Орден Ленина – высшая награда СССР за особо выдающиеся заслуги перед советским государством и обществом. Орденом Ленина награждались граждане, но также и коллективы, предприятия, города, области и республики страны. В настоящее время награды, аналогичные Ордену Ленина, в России не существует. За всю историю Орденом Ленина было награждено всего 40 городов СССР. Свердловск был награжден Орденом Ленина 16 ноября 1973 года за большие революционные и трудовые заслуги трудящихся города Свердловска, их выдающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, успешную деятельность по созданию материально-технической базы коммунизма и в связи с 250-летием со дня основания. Награда заслуженная, 250 лет Екатеринбург-Свердловск был сердцем опорного края державы. Трудовой и воинский подвиг уральцев бесценны. Кроме того, к 1973 году столица Среднего Урала стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров СССР. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, по мнению экспертов, размещение любой конструкции на крыше шлюзовой камеры плотины представляет опасность для этого гидротехнического сооружения. Именно поэтому в 2013 году элементы краснознаменной группы были сняты. Городские власти намерены провести на базе Уральской государственной архитектурной академии специальный конкурс проектов обновленной краснознаменной группы, выполненных с привязкой к местности. В качестве новой площадки для установки краснознаменной группы могут выступить площадь перед ЦПКО или площадка внутри него, въезды в город по наиболее оживленным автомагистралям, а также периметр международного выставочного комплекса Екатеринбург-Экспо. В следующем году власти рассчитывают обеспечить выполнение рабочего проекта судьбоносного монумента и далее при наличии финансовых средств смогут приступить к его восстановлению в обновленном виде на новом месте. Отметим, что ранее областные власти сообщали, что завод имени Калинина выполнит реставрацию краснознаменной группы и установит ее на историческое место в Екатеринбурге. О готовности выполнить эту работу сообщил Владимир Гаганов, представитель завода, на котором в 1974 году была создана эта конструкция. В Артемовском городском округе отношение к памятникам, посвященным различным событиям и вехам в истории муниципалитета и страны, уважительно. Сложно представить себе ситуацию, в которой бы наша общественность положительно неслась к демонтажу того или иного памятника. Среди жителей нашего муниципалитета немало тех, кто лично помнит возведение некоторых монументов и ощущения, связанные с этим. Стыдиться своей истории артемовцы не собираются, ведь все ее события, как хорошие, так и не очень, в итоге сформировали нынешний облик населенных пунктов, менталитет их жителей. Важно, чтобы подрастающее поколение переняло уважительное и бережное отношение к памятникам, расположенным на территории нашего муниципалитета, региона, страны. К сожалению, сам памятник не сможет дать отпор вандалам, поддержать себя в надлежащем виде. Поэтому этим должны заниматься не только соответствующие службы, но и мы с вами, простые артемовцы.